мастера. Это либо массаж, это либо микротоки, фонофорез, то, что в домашних условиях вы не проведете. Далее, вторая категория, это монопроцедуры. Это когда мы используем средства только профессионального ухода. То есть это будут пилинги. И в профессиональном уходе какие у нас есть продукты? У нас есть предпилинговый лосьон, который готовит кожу к нанесению пилингов. У нас есть два вида пилингов. Это молочный и миндальный пилинг. И, наконец, третий продукт из именно активного действия – это осветляющая маска. Вот из-за осветляющей маски, из-за ее названия мы очень часто предполагаем, что это маска, по которой мы будем делать массаж, наш пациент будет расслабляться. Нет, это не та маска. Это маска с низким PH в районе 4, соответственно, ее действие ближе к пилингу. Это ультра-осветляющая маска, ультра-брайдинг акселерейтер маска. И, наконец, постпроцедурный крем, который мы восстанавливаем кожу после проведения активных процедур. И таким образом мы выбираем, какой из либо продуктов мы делаем или молочный, или миндальный пилинг, или осветляющую маску. И это как раз дает нам возможность провести монопроцедуру. Монопроцедура тоже достаточно коротенькая по времени, это порядка 30-40 минут на проведение. Показания к ней различные в зависимости от того, с какой кожей работаем, но это будет уже пилинг. Соответственно, мы не можем наносить его на поврежденную кожу. Здесь, в отличие от экспресс-уходов, у нас будут уже строгие противопоказания. Это драматиты в фазе обострения, нарушения эпидермальных барьеров, открытые травмы на лице. Поэтому здесь мы немного ограничены в противопоказаниях. Но у пилингов уже, естественно, есть выраженный результат. Это гладкая, ровная, сияющая кожа. Мы запускаем процессы клеточного обновления и боремся с различными состояниями. И если мы с вами, образно говоря, поженим экспресс-процедуру и монопроцедуру, мы с вами получим интенсивный уход. То есть здесь мы объединяем две вот эти процедуры и получаем процедуру интенсивного ухода. В рамках процедуры интенсивного ухода мы проводим как пилинг, так и, соответственно, уходы, построенные на сыворотках и на масках из домашнего ухода. То есть здесь, что важно понимать, мы пилинг всегда используем перед. Пилинг у нас готовит кожу. Это крупномолекулярные пилинги, работающие на поверхности кожи. Они никуда проваливаться не будут. То есть наша задача выровнять поверхность кожи. И после этого мы уже наносим сыворотки, чтобы сыворотки имели как раз более глубокую пенетрацию, чтобы они поглубже проникли. Дальше мы закрываем одну из уходовых масок, например, восстанавливающей, и по ней можем провести массаж. Важно, мы никогда не применяем пилинг после массажных техник, после чего-то еще. Мы напротив сначала всегда проводим пилинг. Также пилинг у нас используется на этапе подготовки к непосредственно процедуре чистки. Чистки мы тоже проводим на пилингах, и как раз мы всегда пилинг используем перед чисткой. Так как в ряде других, может быть, компаний, фирм, иногда пилинги могут проводиться в какие-то постпроцедурные, чтобы подсушить. У нас такого нет. Мы как раз именно пилингом готовим. Мы разрыхляем верхний слой эпидермиса, легче будет проходить экстракция комедонов. Но если вдруг мы проводили мануальную чистку, и у нас где-то есть повреждения, после этого нарушение эпидермального барьера, и мы на это нанесем пилинг, естественно, у нас может возникнуть эпидермолиз, мы можем как раз получить осложнение. Пилинг всегда проводим до. И, соответственно, вот три большие категории процедур. Экспресс-уходы, монопроцедуры и интенсивные уходы. Экспресс и монопроцедуры, они у нас короткие по времени, да, сильно не растянуты во времени. Мы можем их провести достаточно быстро. А вот интенсивные уходы могут включать в себя уже дополнительные техники, массажи, да, и так далее, на более длительный период и доходить до 60 минут совершенно спокойно. Наказание к процедурам ультра-ситиклз. Все по классике. Это герпес и фаза обострения, нахождение на лечении от онкозаболеваний, открытые травмы раны на лице, да, и опять же, зависит, используете вы пилинги или нет, потому что если пилинги не используются, то как раз при шелушении можно использовать процедуру восстановительные. На восстанавливающей маске, на постпроцедурном креме, да, при шелушении, повреждении эпидермального барьера экспресс-уходы проводить можно. Какие есть экспресс-уходы и на каком основании мы их строим? Одни из самых популярных – это витаминные заряды. Витаминные заряды подразумевают под собой очищение кожи, да, то есть любая процедура будет включать в себя сначала демакияж, если он есть, для этого мы используем мицеллярную воду, а после – умывание. Умывание у нас идет одним из средств – либо балансирующим гелем, либо молочком. Молочком мы выбираем только в том случае, если кожа сухая. Чаще всего мы используем балансирующий гель. Причем я напоминаю, да, что балансирующим гелем нам требуется немного, буквально одна капля. Мы эмулируем в ладонях, он взбивается в хорошую густую пену, расход у него низкий. Если вдруг мицеллярной воды нет, да, то желательно умыть дважды, если есть макияж, чтобы хорошо очистить кожу. И после того, как мы ее очистили, нам ее надо подготовить к нанесению к сывороткам. И вот для этого мы здесь будем использовать Ultra Gentle Exfoliating Gel – ультрамягкий отшелушивающий гель. Я вам даже сейчас, чтобы напомнить этот продукт, передам его, да, попробовать. Это продукт, который под собой подразумевает две фазы эксфолиации – химическую и физическую. Вот как раз именно химическое представлено молочной, лимонной и салициловой кислотами. Они будут разрушать бессмассовные связи, разрыхлять верхний слой эпидермиса. Поэтому, когда нанесете это средство, желательно выждать 2-3 минуты, чтобы кислоты успели подействовать. И вот после этого мы уже мягкими массажными движениями начинаем прорабатывать. Сильно тереть не нужно, просто входящий в состав физическая часть экспляции гранулы жижаба будет уже как раз деликатно отшелушивать верхний роговой слой. И вот таким образом, да, мы как раз проработали все лицо. А дальше очень удобно будет положить рядом с собой салфеточку, взять ультразвуковую лопатку и ультразвуком снимать вот как раз гранулы жижаба. Чтобы потом они не развозились, да, и на салфетке как раз оставлять вот весь отработанный материал. И снова мы очень аккуратно деликатно снимаем. Мы делаем пилинг, выдерживаем 2-3 минуты, ничего не делаем ни водой, ни... Ничего, он просто, да, он просто 2-3 минуты работает, да, после этого мы мягкими массажными движениями как раз снимаем роговой слой, да, и удаляем весь продукт уже ультразвуковой лопаткой, подключаем. И таким образом мы выравниваем поверхность кожи, она становится более гладкой, ровной, сияющей, да, и, естественно, пенетрация всех сывороток тоже будет идти проще, лучше и спокойнее. Это касается большинства процедур экспресс-уходов. Мы готовим так кожу за исключением процедуры витаминный заряд для проблемной кожи. Если к нам пришла девушка с обострением акне, мы, разумеется, это делать не будем. Здесь мы заменим это на предпилинговый лосьон, то есть достаточно будет обработать предпилинговым лосьоном. Можно лопаткой? Да, конечно. Пока не ушли, вот это, вы сказали, снимаем ультразвуковой лопаткой, то есть воду мы при этом не применяем вообще, или все-таки замываем потом? Можете, да, нам для эффекта, во-первых, да, кавитация очень важна водная среда, поэтому, в принципе, вы ватный диск можете смочить после того, как руками проработали, смочить ватный диск немного, чтобы легче это снять ультразвуковой лопаткой, а потом можете досмыть, да, можно досмыть, потому что какие-то частицы могут оставаться, лучше досмыть. Вот, но так как большая часть гранул будет уже удалена, естественно, это будет очень быстро, легко, да, и комфортно, не будут развозиться все эти гранулы ЖЖБА. Итак, у нас подготовленная кожа. Она у нас подготовлена, и мы можем уже применять, соответственно, сыворотки. Сыворотки здесь будут проникать в лужи. Если мы говорим о классической процедуре витаминного заряда, то дальше мы будем отдавать предпочтение сыворотке Иванскин Тон. Это сыворотка с кислотами. Для чего она нам здесь нужна? Дело в том, что кислоты здесь будут работать как проводники. Они будут лучше и глубже протягивать последующую сыворотку. А в витаминном заряде мы будем использовать сыворотку с витамином С. И сыворотка с витамином С, да, витамин С лучше как раз раскрывается в кислой среде. И сыворотка с кислотами будет позволять протаскивать витамин С глубже. То есть сначала мы наносим сыворотку с кислотами, а поверх нее мы наносим сыворотку с витамином С. Что важно? И ту, и ту сыворотку мы используем в небольшом количестве. Распределяем по массажным линиям в совершенно небольшом количестве. Иначе может липнуть. То есть буквально это всегда капля, каплю нанесли, стакаты до впитали или помпажными движениями до впитали, и сыворотка проваливается. После того, как сыворотка с кислотами провалилась, мы наносим сыворотку с витамином С, тоже в небольшом количестве. Я хочу напомнить ее текстуру, насколько она сейчас как раз жидкая, легкая, и насколько она хорошо будет как раз проникать и проваливаться. А дальше, после того, как мы насытили сывороткой кожу, мы применяем уже маски. Что касаемо масок, я напоминаю, у нас три маски. Энергетическая, восстанавливающая и очищающая маски. И здесь что очень важно? Дело в том, что все маски могут между собой смешиваться. Если к вам пришла девушка с жирной кожей, и она отмечает факт того, что у нее бывают высыпания, воспаления, вы можете в маске добавить каплю очищающей маски. То есть очищающая маска будет давать такой эффект ассормирующий. Бороться с жирным блеском, лучше стимулировать, опять же, подсушивать сальную железу. Но если речь идет о нормальной коже, о сухой, вы можете выбрать восстанавливающую маску, как моно-маску. Она очень хорошо скользит. Она хорошо подходит сухой коже. Мне хочется напомнить ее текстуру. По этой маске можно проводить массаж. Она минут 15 прям будет хорошо скользить. А можно еще раз, чтобы они ушли? Мне интересно. Вот мы, допустим, проблемную кожу, мы или скинтон нанесли, да? А потом очищающую маску, то есть мы можем абсорбировать или как? Если это кожа проблемная, там будет вариант применения процедуры, одну секунду, витаминный заряд для проблемной кожи, там чуть-чуть другие сыворотки. Там немного другие сыворотки. Там будет сыворотка Ultra Clear Treatment Lotion, противовоспалительный лосьон, который будет снимать воспалительные элементы. И ее можно будет фонофорезом использовать. И еще мы там применяем ретинол, да? Потому что ретинол тоже обладает воздействием на сайную железу. И ее, да, мы будем закрывать очищающей маской как монепродукт. Здесь нужно запомнить, ну, как вот понять, что мы сначала активные, а потом маску. Да, да. То есть вот именно порядок. Это очень хорошее занятие, да. Но просто у абсорбирующей маски определенное действие. Нет, мне, например, вот не то, что непонятно, а вот мы... Мне всегда хотелось сделать маску, а потом нанести активные продукты, отпустить человека. А здесь получается смысл процедуры. Ну вот мы наносим активные продукты и на них накладную маску. Это было всегда, но потом немножко было наоборот представлено. А теперь опять, как бы мы вернулись к именно сначала сыворотка, потом маска. То есть были некоторые нюансы в свое время. Да. По завершающий продукт мы наносим. Еще раз это повторить, пожалуйста. Да, да, да. Это очень важно. Мы сначала очищаем кожу и готовим, чтобы сыворотки проникли глубже и насытили, да. Как раз именно пропитали более глубокие слои кожи. Потому что маски, которые мы всегда обязательно будем наносить поверх сывороток, содержат липидные компоненты. И липидные компоненты, они достраивают барьерные функции кожи и уже не дают ничему проникать глубже. Поэтому мы всегда сначала наносим сыворотки, они проваливаются, а сверху маски. И маски, они будут вот как раз уже содержать липидную часть, которая будет достраивать кожу. А маску можно не домывать? Мы прямо вот до скрипа ее никогда на самом деле не смываем. Да, да. Мы только излишки. Это маску, это очищающая? Нет, она обливается в корку. Да, и вот эти как раз компоненты активные, они будут на вот такой сметанообразной консистенции. Поэтому она не будет пересушивать кожу. Да, она будет успокаивать кожу и восстанавливать. То есть здесь тоже этого валяться прямо не стоит. Можно посмотреть противоспалительные. А съемок? Да, да. Съемок, что это такое? Ультра-клеи атлетмент лошен. А, атлетмент лошен. Да, да, восстанавливающий лошен. Все, отлично. Соответственно. Но если речь идет о проблемной коже с воспалениями, мы будем сыворотки вбивать фонофорезом, а маску оставим экспозицию, потому что разумеется мы там никакие массажные техники на воспаление применять не будем. А если у нас нормальная кожа, сухая, да, то здесь мы после нанесения сывороток мы наносим маску восстанавливающую, например, и по маске мы можем провести массаж. По маске мы можем провести фонофорез. И если это маска энергетическая, вы по ней даже тоже можете провести микротоки. То есть чем еще хороши ультра-сютиклс, тем, да, то, что мы можем здесь выбирать протокол сами в зависимости от того, какой к нам пришел пациент. Так как все мы индивидуальные, мы, естественно, за персонализированный подход. И если к нам пришла девушка, да, с мелкоморщинистым типом, который нам хочется напитать, дать вот больше, да, как раз вот средств питания, мы здесь можем дать ей восстанавливающую маску и провести массаж. Да, вот прям она раскроется очень красиво. А если у нас девушка пришла, например, с таким деформационно-отечным типом, жалуется на отеки, и нам хочется ее разгрузить, нам хочется, да, чтобы она пошла свежая, легкая, то мы можем провести ровно тот же протокол, только вместо восстанавливающей маски взять энергетическую и по ней провести микротоки. И они взаимно усилят лимфодренажный эффект, да, и как раз мы получим такое красивое, сияющее, разгруженное лицо. Здесь именно косметолог будет выбирать, как именно он будет работать, потому что тут необходим, разумеется, всегда необходим персонализированный подход. А на каком-то, а находит сюда маска? Да, энергетическая маска, как вообще очень много. Скажите, пожалуйста, на экспресс-уходах я хотела бы еще обратить внимание на что. У нас есть процедура интенсивного увлажнения, кому хорошо подходит. Вот сейчас зимой она очень актуальна. Девушкам, которые приходят, жалуются на шелушение, на повреждение барьерных функций, да, мы на нее смотрим, видим то, что есть шелушение, понимаем, что пилинг мы туда не нанесем, да, поэтому мы в этом случае отдаем предпочтение именно интенсивному увлажнению. Здесь после очищения кожи мы наносим сыворотку Ultra B2 Hydrating Serum, ультра увлажняющая сыворотка, да, с большим процентом гиалуроновой кислоты. И мы ее впитываем, вот ее, кстати, тоже здесь по желанию, вы можете ее впитать кончиками пальцев, а можете впитать фонофорезом, и микротоками вы ее тоже можете впитать. Но расход будет побольше. Если в микротоке будете брать, то вот, ну, по опыту 100% расход будет побольше. Вот, и далее, после того, как мы нанесли сыворотку Even Skin Tone, мы с вами, о, Even Skin Tone, сыворотку B2, Ultra B2 Hydrating Serum, мы с вами можем отдать предпочтение восстанавливающей маске, но я бы еще, знаете, дала такой лайфхак небольшой. У нас есть средство постпроцедурный крем, Ultra Soothing After Care Cream. Это постпроцедурный восстанавливающий крем, и в домашнем уходе он у нас дублируется вот таким продуктом. Face & Body Recovery Cream. Это единственное средство у нас с желтой полосочкой. Это то же самое, что постпроцедурный крем. В кабинете вы можете взять его, нанести густым слоем и использовать как маску, потому что он очень хорошо восстанавливает, очень хорошо успокаивает кожу. Если там кожа склонная к покраснениям, если там кожа, которая отмечает какие-то, да, повреждения, шелушения, то, конечно, постпроцедурный крем вот именно густым слоем, как маска, будет работать очень хорошо. Он тоже скользит. Если вы хотите получше поскользить, провести массаж, вы можете добавить в него восстанавливающую маску. Скольжение будет получше. Но и сам он тоже, вот как маска, тоже может использоваться. Можно не смывать, да? Да, но если вы массаж провели, то лучше хотя бы промокнуть, да, вот прям излишки, вот, конечно, все то, что с руками взаимодействовало, лучше убрать. Но прям смывать, смывать его не нужно. Пусть он, наоборот, как раз напитывает кожу. Это вот именно для поврежденных, которые пришли, и с ними ничего не сделаешь, пеленгель не нанесешь, потому что кожа повреждена. Да, это вот именно для... Какой вы держите маску? Минут 15. На чем здесь хочется сакцентировать внимание? Что проведение пилингов, протоколов, да, они у нас выглядят вот так. Здесь 60 миллилитров, да, и расход у нас на процедуру 2-3 миллилитра, как правило. Поэтому, несмотря на то, что баночка такая уже небольшая, да, несмотря на то, что баночка такая небольшая, хватает ее, ну, достаточно надолго. И как мы ее применяем? Напоминаю, и миндальная, и молочная кислота, это крупномолекулярная кислота, они никуда не провалятся. Да, то есть мы ими работаем именно на поверхности. И работать именно ими очень удобно. Да, хочу сейчас вот немного продемонстрировать текстуру, сейчас смою себя же. Но у них гелеобразная текстура, то есть ими удобно работать. Они не будут затекать куда-нибудь, да, там, в глаза, да, уши и так далее. То есть это текстуры, которые работают удобно. И можно работать с чувствительностью кожи. Это тоже важно, да, потому что обычно чувствительная кожа боится пилингов и так далее, да, каких-либо процедур. Как наносим? На очищенную кожу мы обязательно кожу обезжириваем. И также мы обеспечиваем антибактериальный эффект. Мы обязательно обеспечиваем еще антибактериальный эффект за счет применения здесь постпроцедурного, ой, постпроцедурного предпилингового лосьона. Очистили кожу, обработали предпилинговым лосьоном, дальше начинаем наносить пилинг. Пилинг мы как можем наносить? Если кожа гиперчувствительная, гиперреактивная, лучше взять веерообразную кисточку и тонким слоем мы наносим от периферии к центру. Лицо и шея. Область вокруг глаз мы также можем затрагивать, но если мы наносим на область вокруг глаз, то в последнюю очередь. Да, чтобы время экспозиции там было минимально. Особенно это актуально будет для девушек, которые страдают от миллиумов. В этой области для них, конечно, это прям хорошая такая. И вам, если вы потом будете как-то их вскрывать, да, тоже иголочкой поддевать эти миллиумы, тоже, естественно, будет легче это проводить после процедуры пилинга в этой области. Так вот, если кожа гиперчувствительная, это можно сделать кисточкой. Если кожа не гиперчувствительная, вы можете, ну здесь в перчатках надо будет обязательно налить ладошку. И в перчатках, прям перчатками наносить пилинг. Легкими массажными движениями. В этом случае вы лучше проработаете гиперкератоз. Единственное, на чем бы здесь обратила внимание, да, что потом пилинг начнет подсыхать и начнет липнуть к перчаткам. Поэтому он такой вот гелеобразный только в самом начале. Поэтому мы достаточно быстро, да, его наносим массажными движениями и оставляем на время экспозиции. Время экспозиции будет зависеть от того, какая у нас по количеству процедура и от того, насколько кожа чувствительная. Если кожа чувствительная и это первая процедура, то три минуты. Специальной нейтрализации пилинг не требуют. Мы его смываем просто водой. Во время экспозиции пилинг достаточно мягкий, комфортный, как правило, не ощущается выраженных субъективных ощущений. Пахнет молочка, да, это хорошее замечание. Поэтому если работаете с беременными, например, девушками, лучше им дать предварительно, да, как раз понюхать. Кстати, не стоит бояться, потому что пилинги не имеют никакого системного проникновения. Они работают исключительно на поверхности, да, и беременным девушкам, там, и девушкам с лактацией им проводить можно. И это даже, да, такой хорошая помощь, потому что, как правило, всегда бывают какие-то осложнения. Что-то хочется с собой сделать, а ничего нельзя, да, все запрещено. Вот здесь как раз можно. Здесь у нас есть как раз инструмент для работы с девушками беременными и девушками с лактацией. Особенно если у нас, да, там, какие-нибудь мелазмы, мы видим, появились, да, на фоне беременности. Это как раз хорошая история. Так вот, мы смываем, нейтрализуем водой, и от контакта с водой, естественно, покалывание, пощипывание, прочие субъективные ощущения усиливаются. И нам надо смыть до видимого снятия. Не надо умывать до того, как пройдут ощущения. Потому что раздражаются рецепторы клеток, и они будут успокаиваться еще какое-то время. То есть мы просто смываем, вы видите то, что вы все смыли, промокнули лицом и наносите сыворотку. Сыворотка содержит антиоксиданты, антиоксиданты гораздо быстрее успокоят рецепторы клеток, чем вы это будете все смывать водой. Поэтому какую сыворотку мы чаще всего применяем? Чаще всего применяем ретинол, можем выбрать не ретинол, а витамин С. И то, и то является антиоксидантом, да, и быстрее. Сейчас ретинол нам дали как бустер. Бустер, да. Это та концентрация бустера. Это концентрат, да. Бояться не надо. Бояться не нужно. Концентрация та же самая. В чем разница? Это в размере теперь частиц. Если раньше частицы ультра-рети были 1,5-3 нанометра, сейчас они в два раза меньше. От 0,5 до 1,5 нанометра. Сможем мы позиционировать, что во время пилинга мы применяем сыворотку, которую мы не можем назначить пациенту. Ежедневный домашний ход не можем. Да, и это является преимуществом процедуры. В том числе, да. То есть мы даем витамин А, тот, который насыщенный, да. По концентрации. Скажите, пожалуйста, а сколько нельзя в пуске пилинга назначать ретинол? Пять дней. Пять дней. На шестой день, пожалуйста. И с витамином С тоже так же? С витамином С желательно так же. Ну, если видите, то, что кожа нечувствительная, витамин С можно на самом деле уже... Он же идет курс. Да, если вы берете на пилинги, какую схему мы очень любим, ее прям можно записать. Вы берете на курс пилингов, и пилинг проводите раз в две недели. А в домашнем уходе у вас есть активные продукты. И девушка перед первой процедурой пилинга ничего не отменяет. Приходит к вам на пилинг, вы проводите процедуру пилинга, и сразу после пилинга она из домашнего ухода на пять дней исключает активные продукты. Любые активные продукты. Это ретинол, это кислоты, и это витамин С. Пользуются только базовыми. Это очищение, увлажнение, СПФ, защита. С первого по пятый день. На шестой день она возвращает активные продукты. И с шестого по тринадцатый она активные продукты применяет. А на четырнадцатый день вы ее берете опять на процедуру пилинга. То есть можно вот таким образом поработать. Но вот они обычно приходят, но для них две недели это многовато. Тогда в этот момент лучше, пока вы проводите курс пилингов, вы можете раз в неделю тогда делать пилинг. Лучше просто активные продукты исключить на этот момент. Именно лучше тогда подготовить и после курса пилингов поддерживать эту процедуру. Например, кислоты. Очень здорово. Сыворотка Иванскин Тон работает очень здорово на подготовку. То есть вы можете ее назначить, понизить паш кожи. И, конечно, процедуры пилинга пройдут лучше, с меньшими возможными осложнениями. И красивее раскроются уже как на процедуре. А после того, как курс пилингов вы пройдете, она может Иванскин Тон эту сыворотку вернуть для пролонгации эффекта. Через пару недель после, да, последние, даже не через пару, там, даже через недельку ввести опять в домашний уход сыворотку Иванскин Тон для поддержания эффекта процедур. Да, и уже поддерживать. Скажите, пожалуйста, а вот с милиумами, вот, Иванскин Тон хорошо работает? Да, неплохо. Если постоянно рекрустит? Да, неплохо. Но, если честно, я больше ретинол. Ретинол лучше так работает? Если мы, например, говорим о милиумах в области глаз. Да, вот эти вот места. Вот, если это речь, да, то, что они еще часто просянкой называются. Просянка, да. Очень здорово ретинол для области вокруг глаз. Ультра А, Перфектинг А и Крип. Вот это прям вообще классная история. Крем, крем. Да, для области вокруг глаз. Для области вокруг глаз. У него, да, очень хороший кератолитический эффект. То есть можно сыворотку не это, а просто вот это. Да, и крем для области. Если мы говорим об области вокруг глаз, именно, да. Если здесь у нас речь идет именно о апне, и именно о том, что это закрытая форма у нас, с комедонов, да, которые по всему лицу. Это, конечно, уже вот ретинол можно, да, именно наружную, уже именно сыворотку для всего лица. И, соответственно, это то, что касаемо пилингов и протоколов их проведения. Кому какой пилинг? У молочной кислоты, важно помнить, нет антибактериального эффекта. Именно поэтому мы ее не можем давать пациентам, склонным к воспалительной форме апне. И для этого достаточно просто задать вопрос, бывают ли у вас воспалительные элементы? Если она говорит, да, лучше отдать предпочтение миндальному пилингу. Если она говорит, нет, то можно оставлять здесь молочный. Если особенно эта кожа сухая, если особенно эта кожа, которая, да, вот именно по мелкоморщинистому типу, то вот здесь молочный пилинг хорошо подойдет. И интенсивные уходы, как я уже говорила, они включают в себя применение и сывороток, и масок, и пилингов. И принцип здесь простой. Всегда сначала пилинг. То есть мы проведем пилинг, смоем его, потом нанесем сыворотки. Они, естественно, в лужи провалятся на сыворотки регулярного, постоянного контакта, длительного. То есть когда они в домашний уход сразу берут себе высокую концентрацию и неограниченно начинают принимать, применять, да, то, естественно, у них может развиться драматит. От одного контакта здесь драматит не разовьется. А как долго ее можно, извиняюсь, литином применять? Бесконечно. Бесконечно. А перед поездкой на юг? Знаете, я все-таки, если, ну, быть откровенными честными, если она резко, вот сейчас, например, она поедет в отпуск куда-нибудь еще на Мальдиве под активное солнце, я, наверное, все-таки отменю. А если это лето, и она, не знаю, будет отдыхать где-нибудь в Сочи, и вы знаете, что это человек ответственный, который точно СПФ применяет, мы можем не отменять даже летом. Я не назначаю ретинол летом первично. Вот если девушка пришла впервые, ретинолом никогда не пользовалась, я вижу показания для ретинола, то летом я его не назначу. Но если мы с ней начали его применять осенью, зимой, она хорошо адаптировалась, хорошо перенесла, и летом у нее не будет каких-то гиперактивных, вот прям слишком, да, выездов под слишком активное солнце, она не поедет, там, я не знаю, в Австралию, в Карибский бассейн, то я ретинолы не отменю. Как правило, ну, в редких случаях отменяю, отменяю только беременность, лактация, отменяю только вот прям резкий выезд, неподготовленный позже куда-нибудь под солнцем. Как правило, солнце самое, не с ретинолом связано, а просто вот именно с осложнением от солнца, самое сложное осложнение мне привозили с Карибского бассейна. Если я едю в Карибский бассейн, я поэтому ретинол точно отменяю. Там какое-то совсем агрессивное, да, воздействие. Поэтому здесь просто смотрим по обстоятельствам тоже еще. Но ретинол точно бояться не нужно. Единственное, что у нас действительно пациенты стремятся к чему? Сразу к высоким концентрациям. А здесь как раз принцип «тише едешь, дальше будешь». Форму «майлд» любят вообще все. Уже на форме «майлд» все видят эффект. И иногда даже не надо их переводить на большие концентрации. И стремиться тогда к каким-то супервысоким концентрациям. Потому что если там нет выраженных возрастных изменений, формы «майлд» может быть достаточно. Если речь идет о терапии акне, формы «майлд» точно будет достаточно. Поэтому тут вот каких-то, да, интенсивные процедуры.